Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 580-го дня войны, главной новости вторника, 26 сентября. Россия атаковала дронами паромную переправу в Румынию. Пограничники успели вывезти автобус с детьми в последний момент. Украинские военные, по некоторым данным, вошли в село Вербовое, рядом с так называемой линией Суровикина. Норвегия выделит более 90 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Британский миллиардер Ричард Брэнсон собрал 635 тысяч долларов на восстановление школы в Киевской области. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные сегодня в очередной раз обстреляли Херсон. Три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура города. Также 26 сентября обстрелом подверглась припортовая инфраструктура Одесской области. В результате были повреждены склады, три десятка грузовиков, сгорели несколько фур и получили ранения два водителя. Предыдущий ракетный обстрел Одессы, в свою очередь, частично разрушил или повредил ряд объектов культурного наследия в центре города. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, в результате российского обстрела пострадали 9 объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Жители румынского города Исакча видели, как Россия атаковала дронами паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и их городом. В интернете появилось видео с падением беспилотника у румынской территории в Орловке, которое снял житель Исакча. Он работает на переправе и в это время находился на украинском берегу. На видеокадрах слышно, как мужчина просит своих коллег на барже как можно быстрее покинуть украинский порт. В результате удара по пункту пропуска Орловка на границе с Румынией пострадала гражданская инфраструктура, а общественный транспорт, в том числе автобус с детьми, пограничники успели вывезти перед обстрелом буквально в последний момент. Сейчас переправа уже возобновила работу. Ряд российских военных телеграм-каналов сообщает о том, что украинские военные вошли в село Вербовое, рядом с которым была прорвана так называемая линия Суровикина. На западной окраине села была замечена украинская бронетехника. Об этом свидетельствует геолоцированное видео. И в частности, об этом сегодня пишет Американский институт изучения войны. Телеграм-канал ВДВ Затеплинского полагает, что воюющим в районе Вербового грозит окружение, в случае, если украинские силы будут и дальше продвигаться. И этот телеграм-канал задается вопросом, как долго Минобороны России будет скрывать прорыв у Вербового. Несколько российских источников еще 24 числа сообщали о том, что украинские силы продолжают перебрасывать туда технику, в том числе боевые машины пехоты Брэдли. При этом надо отметить, что крупнейшие российские военные блоги, в том числе связанные с официальными медиа, отрицают прорыв вооруженных сил Украины в районе Вербового. Также Институт изучения войны сообщает о том, что 25 сентября российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но у них не было ни одного подтвержденного продвижения, а атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк были безуспешны. Ну и в завершении военной сводки силы специальных операций вооруженных сил Украины сейчас уточняют информацию о возможной гибели командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова. Я напомню, что накануне украинские военные заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, и среди них якобы был командующий Черноморским флотом. На следующий день Минобороны России показала кадры с Виктором Соколовым на совещании. Однако где и когда это все было снято, неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что, цитата, не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморским флотом Соколова. Ну вот на том же заседании коллегии именобороны, где якобы показали Соколова, министр обороны России Сергей Шойгу высказался по поводу контрнаступления вооруженных сил Украины, как и во всем остальном официальном нарративе. У Сергея Шойгу отсутствует, конечно же, признание каких-либо продвижений украинских войск. Вот цитата из Шойгу. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа оружия как путь к миру. И, по словам Шойгу, западные же кураторы лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, как будто это не Россия уничтожает Украину каждый день. Надо сказать, что вместе с продвижением по важным пунктам линии фронта украинские вооруженные силы атакуют и объекты на самой территории России. Причем, как правило, эти объекты военные, но иногда они связаны и с гражданской жизнедеятельностью. В частности, когда была атакована электроподстанция в селе Снагость Курдской области, то это сделала Служба безопасности Украины, она это признала. Сделано это было по словам источников в СБУ, которые цитируют РБК «Украина и украинская правда» в ответ на российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, которые продолжаются уже год. И Россия методично уничтожала какое-либо снабжение электричеством или теплом украинских городов уже долгое время. В общем, собеседники в СБУ у этих изданий сказали, россияне должны понимать, если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать. Тем временем Россия планирует все-таки пополнять свою группировку на фронте в Украине, и Дмитрий Медведев периодически докладывает или хвастается тем, сколько уже россиян призвано на эту войну. По его словам, когда он выступал на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил России, в интересах объединенной группы войск, это я цитирую сейчас Медведева, с 1 января по 26 сентября этого года приняты более 325 тысяч человек, то есть сотни тысяч россиян были отправлены потенциально на войну. Кто из них уже участвовал в военных действиях, непонятно, но регулярно Россия отчитывается о том, что пополняются части на передовой, в том числе, например, части воздушно-десантных сил, которые там Россия использует. В то же время российское руководство все время дезавуирует успех какой-либо помощи Запада Украине в смысле вооружений. Например, сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что поставки США танков «Абрамс» и дальнобойных ракет «Атакам» с Киеву не могут повлиять на исход специальной военной операции. Это я цитирую Дмитрия Пескова. Ну, а Дмитрий Медведев о том же самом говорит, как всегда, по-своему красочно. Мы знаем, в каких красках он обычно описывает все остальное человечество. Вот в своем посте по поводу танков «Абрамс» и «Атакамс» он написал, похоже, Россия оставляет все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на Земле. В общем, это одна из пугательных тактик Медведева. Он пугает либо ядерной войной, либо прямым столкновением между Россией и НАТО. И пишет зампредседателя Совбеза России, что Россия готова, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году. Ну, в общем, как обычно. Кстати, по поводу того, сколько народу мобилизовали, я напомню, ранее издание «Медуза» сообщало о том, что российским медиа поступила новая инструкция вообще никак не упоминать мобилизацию, чтобы не стимулировать, что называется, разговоры о второй волне мобилизации, вообще никак не произносить это слово. И более того, такая интересная была рекомендация, требование фактически, не давать даже опровержений чиновников о том, что мобилизация идет. С чем это связано? Как сказал журналист «Медуза» источник в президентской администрации, люди понимают, что если российские чиновники что-то отрицают, это значит, что так и будет. И действительно, эта истина получала подтверждение неоднократно. Поэтому даже опровержения нельзя давать, а нужно делать упор на то, что хорошо идет служба по контракту. Надо сказать, что Украина в то же время достаточно рационально подходит к производству своих боеприпасов. Кроме получения помощи с Запада, я напомню, Украина производит и свои, и ракеты, и самые различные другие вооружения. И в интервью испанской газете АБЦ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина сейчас перенесла часть производства украинских дальнобойных ракет за пределы территории страны. Потому что объекты, на которых производили эти ракеты, были атакованы Россией. В этом же интервью Данилов сказал, что украинская армия не собирается использовать американские ракеты Атакамс для ударов по территории России. По его словам, это оружие будет использоваться исключительно для защиты нашей территории. Мы не будем применять его на территории России. Но я здесь оговорюсь, что во многих комментариях и эксперты, и политики в США, в частности, говорили, что, например, оккупированные все территории Украины, включая Крым, это территории, по которым Украина законно может наносить удары своими вооружениями, а также вооружениями, полученными от ее союзников. Если продолжать тему помощи Украине, но только уже не военной, а гуманитарной, Норвегия заявила о том, что выделит 1 миллиард крон, это примерно 92 миллиона долларов, на гуманитарную помощь Украине. Гражданское население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России, заявила министра иностранных дел Норвегии Анни Кенвитфельд. Усилия украинского народа, сказала она, направленные на борьбу с ежедневными нападениями на мирных граждан, гражданскую инфраструктуру, героически и нуждаются в нашей помощи, чтобы люди могли пережить еще одну зиму войны. Средства от Норвегии будут направлены для оказания помощи самым уязвимым слоям населения. Это дети, беженцы, внутренне перемещенные лица. И программа будет включать обеспечение доступа к жилью, еде, воде, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия. Также на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где критически важными являются тепло и еда, скоро заступит на дежурство первый в мире поезд-кухня «Фудтрейн», который способен в автономном режиме без света производить до 70 тысяч порций еды в течение недели. Этот проект запустили украинские железные дороги вместе с фондом американского миллиардера Говарда Баффета. Как я уже сказала, это первый в мире такой поезд. Он будет работать именно в прифронтовых районах, где постоянно происходят блэкауты, отключение электричества. И в день этот поезд будет производить более 10 тысяч порций еды. Он может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда – супы, каши, салаты, мясные блюда и так далее. Ну, к прямой военной помощи Запада Украины тоже надо вернуться в нашем подкасте, потому что здесь есть довольно серьезное заявление министра иностранных дел Германии Аналены Бербок в интервью CNN касательно этой помощи. Она признает, что часть вооружения, отправленной Германией и Украиной, не работала. И вот цитата из этого интервью. «Если ты только обещаешь и не можешь сдержать обещания, и даже поставляешь то, что не работает, то это не помогает». Некоторые из наших систем были действительно устаревшими, поэтому, поскольку мы знаем, и мы говорили об этом в самом начале, что некоторые из них действительно не работают, когда мы их поставляем, они должны работать на поле боя. Ну, и она сказала, что одна из причин, почему Германия пока не передавала Украине дальнобойные ракеты «Таурус», это тоже необходимость убедиться в том, что они по-настоящему работают. Интересно, что другая страна Европы, Болгария, передает Украине, и сегодня об этом было принято решение, именно не работающие ракеты С-300 советского производства, но в перспективе их будет чинить Украина и использовать. Сегодня Комитет по вопросам обороны парламента Болгарии одобрил план, который как раз предусматривает передачу этих ракет С-300 Украине. Еще должен парламент проголосовать за это, но сам план передавать Украине неисправные ракеты, она их будет чинить и использовать, мне кажется, довольно интересным. Мы знаем, что большой помощью Украине была Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла Киеву получать доходы от экспорта продовольствия, ну и заодно, в общем, многим странам в мире получать это продовольствие. Украина стремится по-прежнему экспортировать свое зерно, и сегодня спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что с начала действия временного морского коридора – это то, что Украина попыталась установить вне, в общем, прекратившей свое действие зерновой сделки. Из украинских портов вышли уже семь судов с украинским зерном. Раньше сообщалось о двух таких успешных проводках судов по, в общем-то, воюющему Черному морю. Ну вот сейчас уже есть данные о семи судах, и по словам Плетенчука, основную опасность для них представляют российские дроны, в том числе иранские шахеды, ракеты и авиация. Вот описание от него. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах. Далее они уже попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турецкой Республики, вплоть до Босфорского пролива. Это уже действительно территориальные воды стран НАТО, поэтому там Россия их уже не может достать. Тем временем одна из европейских стран выступает против введения предложенного Украиной механизма верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Он подписал постановление о новом механизме аграрного экспорта, который поддержала Европейская комиссия. При этом четыре страны внесли свои замечания и поддержали этот план, а одна из стран ЕС выступила против такого решения. Как сказал Шмыгаль, у нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения. При этом он не уточнил, о какой стране идет речь. Но мы знаем, что довольно большие разногласия между Украиной и Польшей были в последнее время, и постоянные разногласия есть у Украины и Венгрии, которая вообще запретила импорт на свою территорию более 20 видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России, касающихся антивоенных высказываний, как в общем и в целом репрессий против оппозиционеров, потому что, как правило, оппозиция в России высказывается против войны России, которую она развязала, против Украины. Сегодня важное событие в судах над Алексеем Навальным. Апелляционный суд отклонил апелляцию на приговор, очень страшный, который ему вынесли. Ему дали 19 лет колонии особого режима, и мы рассказывали, что такое особый режим. Оставили этот приговор без изменений и, естественно, апелляционные жалобы без удовлетворения. Это значит, что его будут этапировать в колонию, где люди отбывают особый режим. Ну, а сам Навальный, надо сказать, выступает последовательно, в том числе и из заключения, в защиту тех, кто высказывался открыто против войны, и за это именно преследуется. Навального преследуют, что называется, по совокупности его выступлений против российской власти. А есть люди, которых преследуют именно за антивоенные высказывания, в частности, например, Алексей Горинов, который был депутатом муниципального Красносельского округа в Москве, он высказался в самом начале против войны, и его сначала довели до суда, возбудив уголовные дела, а потом посадили на очень серьезный срок. Сегодня как раз Навальный поддержал его, потому что Горинова уже во второй раз посадили в ШИЗО, это штрафной изолятор, это карцер на самом деле, а Горинову 62 года, у него нет части легкого, он инвалид, и, в общем, изо всех сил, по мнению Навального, убивают человека в колонии. То же самое в конце своего поста сегодняшнего пишет Навальный и о Владимире Карамурзе, которого, как мы знаем, тоже преследуют именно за антивоенные высказывания. Навальный пишет, только что узнал, что Владимира Карамурзу с его подорванным здоровьем после двух отравлений сразу по прибытию в Омскую колонию посадили в ШИЗО. В общем, понятно, что Навальный подчеркивает бедственное положение других заключенных. Это очень важная вещь. Именно такая солидарность в свое время довольно много делала даже в Советском Союзе. В Екатеринбурге суд оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора информагентства «Реальная журналистика» Александра Романенкова. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости». Журналиста признали виновным в дискредитации армии. А что именно стало поводом для возбуждения дела, неизвестно. Как пишет издание, еще в мае на Романенкова и нескольких екатеринбургских журналистов жаловалось такое движение «Зов народа». И после этого главного редактора «Реальной журналистики» оштрафовали на 45 тысяч рублей по той же административной статье. И еще одна новость в этой рубрике, но она уже не касается штрафов и арестов, а касается доступа к информации. Руководство мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании «Мета», решило не запускать в России WhatsApp-каналы, аналогичные тем, что существуют в Телеграме. Об этом пишет издание «Москва Таймс» со ссылкой на представителя компании «Мета». Еще в середине сентября российские депутаты и сенаторы призвали пересмотреть позицию относительно мессенджера, если у него расширится спектр функций. И вот что они, в частности, заявляли. Например, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил о том, что появление каналов в WhatsApp может привести его к превращению в средства информационной войны и источник возникновения фейков об СВО. Конец цитаты. С аналогичным мнением выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, а председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн добавил, сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится. Хинштейн же был инициатором очень многих преследований за антивоенную риторику. В частности, он влиял и на дело Алексея Горинова, потому что были и другие люди, которые поддержали Горинова в его высказываниях. Ты знаешь, Ксюш, очень интересная штука, когда мы видим клубы, как общественные, так и властные, клубы доносчиков. То ли заработок это, то ли демонстрация лояльности, но регулярно все новые и новые названия у самых разных объединений, которые рассказывают власти о каких-то неблагонадежных гражданах. Впрочем, конечно же, про Хинштейна мы это давно знаем. Есть, как известно, и индивидуальные доносчики, которые посвящают фактически сейчас все свое время, свою жизнь тому, что строчат доносы в каком-то огромном количестве. И даже имена некоторых из них известны. Ну а завершим мы наш сегодняшний выпуск. Как всегда, информацией, которая немного поднимает настроение, платформа United24 и ее амбассадор Ричард Брэнсон устроили благотворительный ужин, во время которого собрали 635 тысяч долларов на восстановление школы в Киевской области, в населенном пункте Марьяновка. Само благотворительное мероприятие прошло в Нью-Йорке. Его поддержала корпорация Virgin Group Ричарда Брэнсона. Школа в Марьяновке подверглась разрушениям еще в самом начале войны, в марте 2022 года, во время боев за Киевскую область. В этом учебном заведении учатся дети из семи сел, причем им приходится очень далеко ездить. Ежедневно автобус преодолевает около 75 километров, чтобы доставить детей в школу, а потом их развести обратно. И до войны в этой школе учились 120 детей. А после восстановления школа сможет принять около 300 человек. Ну а моя хорошая новость сегодня, это скорее хорошее впечатление, потому что я сегодня увидел новую украинскую почтовую марку, на которой Спасовскую башню Кремля натирают на терке, мелко-мелко так натирают, а прорези в этой терке сделаны в форме самолетов F-16. Насколько я понимаю, и стоимость этой марки тоже 16 гривен. Совершенно очевидно, что украинские художники получают вдохновение в сопротивлении с твоей стороны агрессии. Мы помним марку, где украинский военный показывает средний палец российскому военному кораблю. Вот теперь натирание Спасской башни на терке из F-16. Это такой новый мем. Ну и обычно за этими марками выстраиваются огромные очереди, все хотят их приобрести. Но это не только вдохновение для самих художников, но и еще такой способ, мне кажется, справиться с происходящим, эмоционально справиться с происходящим, это вот так немного посмеяться, а украинцы, как мы знаем, этим как раз известно своим оптимизмом и чувством юмора. На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах и слушать нас в приложении Эхо. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!